Меня зовут Александр Авдеев. Я совершаю служение благовестников в Курской церкви. Вернее сказать, в одной из курских церквей. У нас не одна церковь там. Братья мне поручили сделать доклад на этом семинаре на тему «История синодального перевода Библии на русский язык». Братья, я не считаю себя большим специалистом в этой теме, но время было подготовиться. И понимаю так, что нужно еще углубляться в эту тему, потому что история – это такая наука, где нужно все больше и больше искать информации, черпать оттуда из различных источников, знать историческую обстановку, политическую, экономическую, того времени, о котором мы хотим что-то знать или передать. Друзья, дорогие, хотелось бы сказать, что вообще история перевода Библии на русский язык – это история долгая. Она длилась 60 лет. Эта история полна драматизма, полна различных событий, полна борьбы. Ну и я думаю, что многие братья, хотя бы некоторые, знакомились с этой историей. И, в общем-то, если у кого-то будет что дополнить вот к тому, что хочу рассказать я, можно будет это сделать. Ну, первое, друзья, это хотел прочитать текст Священного Писания, это 118-й Псалом, 97-й стих. Написано так. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Друзья, чтобы размышлять над Словом Божьим, чтобы любить Слово Божие, нужно его иметь на понятном языке. И вот тот юбилей, который мы отмечаем, 140 лет синодальному переводу Библии, русскому переводу, вот 140 лет, друзья, нашей Библии, которую мы имеем. И за эти 140 лет мы видим, сколько этот перевод принес плодов в жизнь вечную. Сколько людей обратилось к Господу, сколько людей покаялось. Люди, слыша это Слово, обращаются к Богу, зарождается в сердце вера. И несмотря на то, что перевод этот синодальный, ну, в скобочках можно сказать, православный отчасти, вот, то люди, читая эту православную Библию, выходят из православия. Им открывается истина. И это делает Дух Святой, это делает Господь. Друзья, чтобы размышлять о Слове Божьем, нужно его иметь на понятном языке. В России к началу XIX века уже имелся текст славянской Библии со времен Кирилла и Мефодия. Этот перевод был сделан в IX веке, ну, и здесь мы видим памятник Кириллу и Мефодию, которые перевели Библию на старославянский язык. Ну, и здесь вот изображена Острожская Библия. Это текст славянской Библии. В обширный план императора Петра I по распространению просвещения входило как издание славянской Библии, так и перевод ее на разговорный русский язык. В это время ревностно занимался переводом пастор Эрнст Глюк в Мариенбурге, Лифляндия. Друзья, ну, Лифляндия – это часть Прибалтики. Имеется известие, что уже в 1698 году им был окончен русский перевод Библии, но в последовавшей затем войне со шведами перевод этот погиб при осаде и взятии города Мариенбурга в 1703 году. Сам же Эрнст Глюк с семьей был отправлен в Москву, где Петр I поручил ему основать гимназию и вновь перевести Библию на русский язык, в данном случае Новый Завет. В 1705 году Эрнст Глюк скончался, судьба перевода неизвестна. Но, друзья, эти данные сохранились, они не в одном источнике, поэтому это была как бы одна из таких первых попыток сделать перевод на понятный, разговорный, доступный русский язык. История синодального перевода Библии состоит из трех периодов. Первый период с 1816 по 1826 год. Это работа российского библейского общества по переводу Священного Писания. Ну, или перевод Священного Писания под эгидой российского библейского общества. Второй период – это с 1826 года по 1856. Это время реакции, это время противодействия, когда перевод официально как бы не продолжался, хотя были люди, энтузиасты своего дела, которые продолжали переводить Библию на русский язык. И третий период – это с 1856 по 1876 год. Работа по завершению перевода Библии Священным Синодом или Святейшим Синодом. Инициатива перевода, как ни странно, принадлежит ни церкви, ни священнослужителям, хотя это как было бы нормально, закономерно, что церковь возжелала перевести Библию на русский язык, но не церкви принадлежала инициатива перевода. Инициатива принадлежала императору Александру Первому. Друзья, мы об этом уже слышали, это как бы основополагающий такой факт, что человек, который совершенно не знал Бога, был далек от религии, ему принадлежит эта инициатива частному лицу. Будущий император Александр Первый, здесь мы видим годы правления его, 1801 год по 1825, он воспитывался своей бабушкой Екатериной Второй в идеях французских просветителей 19 века, 18 даже века, Вольтера, Руссо, Дидро. Но в чем состоят идеи этих просветителей в отношении религии? Они говорили, что Бог или не существует, вот такие были у них идеи, или же Бог существует, но Он так далеко находится, что Ему никакого дела до нас совершенно нет. И до 1812 года Александр Первый к религии относился равнодушно. Его воспитателем был назначен граф Николай Иванович Салтыков, это вот верхняя картинка, искушенный царедворец, любивший гримасничать и склонный к капризам. Его педагогическая деятельность была ничтожна, хотя он и пользовался репутацией одного из самых проницательных вельмож. Другим воспитателем Александра был генерал Петр Степанович Протасов. В его обязанности входило главным образом то, чтобы следить за повседневным поведением мальчика. И генерал добросовестно ворчал на своего воспитанника. Русскую историю и литературу преподавал Александру Муравьев, один из весьма значительных наших писателей XVIII века. Но педагог слишком робкий и нерешительный. Географию и естествознания преподавал известный Паллас, но известный он в своих кругах. Лично мне он был неизвестный до определенного времени. Физику преподавал Логин Юрьевич Крафт, математику читал будущему царю Шарль Массон. Массон, братья, это фамилия. Но какие-то портреты удалось найти, а каких-то портретов, видимо, так мы и не найдем. Может быть, где-то и можно найти. Но надо было также научить наследника закону Божию. И Екатерина, опасаясь, чтобы мальчику не внушили каких-нибудь суеверий, подыскала для него самого, самого безопасного в этом отношении протоиерея. Это был некто Самборский. Вот протоиерей Самборский, есть его портрет. Много лет проживавший в Англии, женатый на англичанке, бривший бороду и усы и носивший светское платье европейского покроя. Под руководством омерщвленного протоиерея Александр сделал новые успехи в английском языке. Но едва ли этот законоучитель успел внушить своему питомцу какие-либо точные понятия о религии. Братья, Екатерина специально подобрала такого законоучителя, который сам, можно сказать, не разбирался глубоко в Слове Божьем, в Священном Писании, и что он мог привить вот своему воспитаннику, будущему императору. Главным учителем и воспитателем будущего русского императора был швейцарец Лагарб. Этот человек, добродетели Коева восхищали многих мемуаристов и биографов Александра, был типичный доктринер конца XVIII века. С покатым лбом, острым носом, тонкими губами он напоминал чем-то Робеспьера. Подобно знаменитому якобинцу он был склонен повторять непрестанно известные формулы, моральные и политические, как будто они являются божественным откровением, а не плодом весьма сухой и отвлеченной мысли. Лагарб, по-видимому, имел скудные сведения о подлинной жизни народных масс Европы, не говоря уже о том, что о русском народе он не имел никакого понятия. Однако он сумел привязать к себе своего питомца, который почувствовал, вероятно, неподкупность своего воспитателя. Среди развратных и корыстных вельмож Екатерининского двора Лагарб должен был производить впечатление человека серафического и немудрено, что Александр проникся к нему уважением. Нравственный авторитет Лагарба понудил юношу без критики принять его довольно плоскую и сентиментальную философию. Сам Лагарб был всецело удовлетворен идеями и теориями Геббона, Мабли и Руссо, что, конечно, соответствовало духу эпохи. Ну, то есть, это был человек политический, вот, и такие идеи вот этих просветителей XVIII века он привил и старался прививать Александру I. Братья, перед нами дата стоит очень известная 1812 год. Это год Отечественной войны. Ну, и еще Михаил Юрьевич Лермонтов писал такие строки. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Братья, на самом деле так и было. Москва была отдана французом, была спалена пожаром и были боевые действия, много народа погибло. В то время, как выдержку хочу прочитать из автора Чулков «Психологические портреты императоров», в то время, как Рок увлекал Наполеона и он шел неудержимо к Москве, наши полководцы, худо сознавая конечную цель своей тактики, отступали все дальше и дальше. Всем все казалось непрочным. Все готовы были поверить в самое неожиданное и фантастическое. Боялись вражеской диверсии на Петербург. И правительство распорядилось о постепенном вывозе сокровищ из северной столицы. Жители Петербурга, чувствуя, что все непрочно, тоже готовились к отъезду. И чем ближе были петербуржцы ко двору и к особе государя, тем они были тревожнее и беспокойнее. Никому в голову не приходило устраивать прочно свой петербургский быт. Но был один близкий императору человек, который как раз в это время вздумал строить себе в столице новый дворец. Это был князь Голицын. Императору уже шептали на ухо, что князь Голицын изменник и ждет Наполеона, не боясь за свою новую недвижимую собственность. Александр не верил этим сплетням, но все-таки посетил однажды своего старого приятеля и спросил его, что это ему вздумалось в такое смутное время заняться сложной постройкой. Когда-то веселый забавник и грешный лавелас князь Голицын теперь слыл мистиком и вместо непристойных французских книжек читал Библию, ища в ней аллегорического смысла. И на этот раз Голицын сказал Александру, что он не боится Наполеона, ибо он полагается на промысл Божий. Маленький князь протянул руку к Библии, лежавшей на столе, но тяжелая книга упала на пол, развернувшись как раз на той странице, где был девяностый Псалом. Голицын объяснил Александру, что эта страница открылась не случайно, а по воле небесных сил. И Александр с немалым интересом прочел этот Псалом, которого он не знал до той поры. Протеерей Самборский забыл познакомить своего воспитанника с творениями вдохновенного Давида. Впоследствии Александру некогда было заниматься подобными вещами, а в церкви Псаломщики читали все так гнусаво, что Александр давно уже тратил надежду что-нибудь понять в этих славянских чтениях и обыкновенно размышлял в церкви о текущих мирских делах. Ну, братья, немножко за Голицына хочу сказать. Александр Николаевич Голицын, он был знаком с императором еще с детства. Он был пажем при дворе и вместе они еще в детстве играли и вместе росли. И, в общем-то, надо сказать, друзья, что они были такими близкими товарищами, близкими такими друзьями были Голицын и император Александр I. После встречи с Голицыным ему захотелось прочесть Библию, доселе нечитанную. Но все полки в дворцовой библиотеке были загромождены многотомными сочинениями Вольтера, Руссо, Дидро, Монтеские, Мабли. Попадались в руки порнографические книжки Ла Фонтена, игривые стишки парни, ну и перечисляются здесь названия и другие приключения всевозможных бесстыдников XVIII века, но Библии не было. Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета Алексеевна как будто интересуется религией. В самом деле у этой забытой мужем императрицы нашлась желанная книга. Само собой разумеется, что это не была славянская Библия, а французский перевод католической вульгаты. Ну, мы скажем, при чем здесь французский перевод? Дело в том, что вся дворцовая знать, все высшие сословия, они прекрасно знали иностранные языки, и они может быть даже не хуже разговаривали на иностранных языках, чем на русском языке, поэтому прочитать Библию по-французски не составляло труда. Вот перед нами высказывание Александра, впоследствии он говорил, «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении Божественного Слова». Немножко скажу братья о той обстановке, которая окружала Александра Первого. Вот представьте себе ситуацию, когда сдается территория врагу. 1812 год. Уже поговаривали, что нужно мир заключать с Наполеоном, особенно это мать его и брат Константин склоняли к этому, что Александр, пора тебе уже идти на перемирие, заключать мирный договор и так далее. Но после того, как он встретился со Словом Божьим, когда он соприкоснулся с Богом, я так понимаю, что он и молился, и переживал не только о своей душе, о ситуации в стране в целом. Вы знаете, у него как-то влилась такая надежда, что все-таки Бог поможет и даже в этой политической ситуации одержать победу и не дать врагу победить. Полковнику Мишо, который привез императору официальное известие о занятии Москвы французами, Александр сказал, «Истащив все средства, которые в моей власти, я отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих я умею ценить». Ну, внизу автор этой книги Чулков и название произведения «Психологический портрет императоров». Вот перед нами картина Александра I. Она была сделана к 300-летию дома Романовых. Здесь написано, что Александр I благословенный. Он так и вошел в историю, как благословенный царь. стремление к Богу у Александра I стало проявляться в начале Отечественной войны. Мы об этом уже сказали. У него было и свое личное понимание истинного христианства. Император задавал вопрос одному из верующих лидеров, скажем так, Запада. Он задал такой вопрос. «Какая из христианских партий всего больше согласуется с истинным чистым учением Христа?» Но он не услышал ответа, он хотел конкретно услышать, какая деноминация стоит на правильном пути. Ну, был ответ очень уклончивый, на что он тогда сам сказал, что по его мнению, всего больше отвечают этому первообразу гернгутеры. Александр I был также очень благосклонен к движению квакеров, с которыми он имел духовное общение. Но это было уже гораздо позже. гернгутеры это, ну, как бы сказать, моравские братья. Ну, тоже вот протестантского направления придерживаются учений Священного Писания. Первый период, братья, это перевод Священного Писания Российским Библейским Обществом. Ну, и здесь дата 1816-1826 год. 6 декабря 1812 года, казалось бы, самое время заботиться об укреплении армии решать политические вопросы. Но смотрите, что делает Александр. Император Александр утвердил доклад главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий князя Голицына и представленный проект об учреждении в Петербурге библейского общества. Князь Голицын с 1803 года исполнял обязанности обер-прокурора Святейшего Синода. Еще со времен Петра мы помним историю, что Петр отменил патриаршество и ввел вот эту систему Святейший Синод и над ним во главе стояло светское лицо. Но так было легче управлять и вникать в дела Православной Церкви. Ну и вот на этот момент, на этот год князь Голицын исполнял как раз обязанности, был обер-прокурором Святейшего Синода. Также он был главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий. Ну в общем-то братья, это был человек высокого как бы сказать положения князь Голицын был своего рода министром, очень близким к царю. И вот в этом докладе говорилось следующее. Великобританское и иностранное библейское общество, стараясь распространить на разных языках и в различных народах учения Священного Писания и будучи удостоверена, что в Российской империи много сыскаться может, человеку любивых христиан, желающих поспешенствовать временному и вечному блаженству своих ближних, возложила на члена своего пастора Патерсона попечения об образовании в Санкт-Петербурге библейского общества, если бы на это последовало соизволение императора. Братья, в 1804 году было образовано британское и иностранное библейское общество в Англии, в Лондоне. И это общество имело своей целью перевод Священного Писания на иностранные языки, распространение Священного Писания. Ну и посматривали они все-таки на нашу, ну, как один поэт сказал, немытую Россию, которая также нуждалась в Священном Писании, тем более, что Российская империя, в ней же не только русские люди, в Российской империи много наций, много людей разных национальностей, говорящих на разных языках, и которые тоже нуждались в Священном Писании. Можно сказать, отчасти Российское библейское общество было филиалом Великобританского и иностранного библейского общества. Это первое время. И еще, друзья, вот это общество английское, великобританское, оно на протяжении всего времени существования российского библейского общества несло над ним попечение и финансировало различные проекты, издания Библии на разных языках. И вот эти два пастора, Паттерсон и Пинкертон, они очень много сделали для российского библейского общества. Надо отдать должное. Религиозно-нравственное значение Библии выражено в проекте такими словами. «Опыт научает нас, что повсюду, где Священное Писание всеми читается, оно и сильно способствует к преуспеянию в добродетелях, направляет человеческие страсти к лучшей цели и более, нежели что другое, споспешистует к исправлению сердца». Мы видим также, что чтение Священного Писания действует на уменьшение пороков, на умерение роскоши и на поощрение к промышленности. Братья, видите, оказывается, как вот действует Священное Писание. «Подданные научаются в Библии познавать обязанности свои к Богу, Государю и ближнему. Мир и любовь царствуют тогда между высшими и низшими. Одним словом, счастье каждого человека в особенности и благоденствие целых народов зависит от того, чтобы учения Священного Писания познаваемы и последуемы были». Братья, удивительно, как точно выражено нравственное значение Библии. Ну и еще есть такая фраза «Сей предмет тем наипаче важен, что никакому сомнению то не подвержено, вколь бедственное состояние впадают все несчастливцы, не знающие Библии, а следственно и религии, и пребывают таким образом неведущими, окаянными и не имущими никакого средства к спасению. Посему обязанностью всякого христианина, любящего человечества, есть вникнуть в толь ужасные последствия и обмыслить с надлежащим вниманием плачевной участь тех, коих незнаний откровенного Слова Божия лишает всякой основательной надежды на вечное блаженство и соделывает их неспособными вступить на путь к вечной жизневедущей. Ну, другими словами, обязанность каждого христианина это вникнуть и сострадать вот тем людям, которые не знают Господа, и открыть им путь ко спасению. 11 января 1813 года в доме князя Голицыны происходило первое собрание для открытия общества и избрания комитета. Вот перед нами дом, который сохранился и по наше время в Санкт-Петербурге это дом князя Голицына, целый дворец, он находится на фонтанке, дом 20. Ну, там были квартиры, в котором жили другие члены комитета российского библейского общества. Ну, и вот, братья, переписал я из литературы какие члены комитета были избраны или кто был избран. президентом был избран главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий князь Голицын, уже нам известный. Тут перечисляются вице-президенты, графы Кочубея, Розумовский, Данауров, Обер, Гафмейстер, Кошелев, Козадавлев, Габлиц. Директорами были генерал-суперинтендант Рейн Бот, пастор Пит, князь Мещерский, граф Ливин, барон Фитингорф, ну и перечисляются целый ряд баронов, ну кто был с секретарями, Попов Тургенев, Тургенева не надо путать с писателем Тургеневым, это был другой Тургенев, ну и казначеем был Шмидт. Так совершилось основание русского библейского общества. Братья, к чему я это написал здесь, в этом слайде? Немножко поискал, нашел портреты этих людей, и смотрите, как это выглядело. Вот по центру это был значок российского библейского общества, ну год я написал 1813, это было учредительное собрание, и обратите внимание, ни одного православного священника не было, ни одного архиерея, ни одного митрополита, по сути дела комитет российского библейского общества почти полностью состоял из светских людей, а это были министры, это были графы, это были бароны, генералы, и так далее, и тому подобное. Вот из чего состоял, или из каких людей состоял комитет. Далее цель библейского общества облегчение способов к получению библии на славянском языке, издаваемых от Святейшего Синода. Ну, то есть российское библейское общество покупало эти славянские издания у Святейшего Синода, книги стоили очень дорого, но потом они, распространяясь, снижали цену или, больше того, даже для неимущих давали бесплатно. Это первое. Второе. Издание и умножение этих книг на других языках для христиан иных исповеданий немцев, поляков, финлянцев, шведов, латышей, армян, греков и так далее. Следующий пункт, третий. Доставление Библии бедным несчастливцам, которые не имеют возможности приобрести ее, но, может быть, еще больше всех нуждаются в ней, как, например, соотечественники, потерпевшие в последнюю войну 1812 года разорение от неприятеля. Потом, военнопленные неприятели, которым Библия может дать твердость духа в несчастье. Далее, заключенные в тюрьмах, ссыльные, находящиеся в больницах, богодельнях и в домах исправления, и, наконец, все страждущие и бедствующие. Смотрите, почти никакого слоя населения не было упущено. Ну и последний пункт, это наделение книгами священного писания многоразличных народов России из Магометан и язычников. Император Александр I принял на себя звание члена общества и назначил ему со своей стороны пожертвования в 25 тысяч рублей единовременно и 10 тысяч рублей ежегодно. В 1816 году библейское общество получило в дар от императора каменный дом в Санкт-Петербурге на Екатеринецком канале, но и дом еще был дан в Москве. В 1814 году произошла большая перемена в составе комитета. Кроме светских лиц было выбрано восемь новых вице-президентов из числа духовенства, но и с тех пор это смешанный характер комитета остался до конца общества. В нем были первостепенные государственные люди, первостепенные русские иерархи, духовные лица иностранных исповеданий, различные представители общества. Ну, братья, если сам Александр I был членом этого общества, что можно предположить. Конечно, там будут и первые лица государства. В 1814 году высочайшим указом 4 сентября Санкт-Петербургскому библейскому обществу повелено именоваться российским библейским обществом. Другим отделением велено было называться по тем губернским или уездным городам, где они будут находиться. Дело в том, что отделение было не только в Санкт-Петербурге. Отделения стали открываться в других городах. Братья, самый вот пик, достиг это в 1824 году, по-моему, или в 1825, насчитывалось 289 отделений и сотовариществ российского библейского общества по разным разным городам. Ну и я думаю, что в Москве само собой было отделение, ну и в других городах от Российской империи. Это повеление как будто дало обществу новую официальную санкцию. И с тех пор оно начинает расширяться еще сильнее. В губернских и уездных городах открывается все больше и больше новых отделений. Местные власти и влиятельные люди начинают считать обязанностью записываться в члены общества и участвовать в местных комитетах. Братья, ну надо сказать, даже губернаторы областей и губерний становились членами российского библейского общества и сами распространяли Библию, Священное Писание не по зову сердца, а по положению. Хочешь, не хочешь, а раз царь это делает, то и мы должны это же делать. Но я специально здесь вверху к значку библейского общества прибавил герб Российской империи, вверху написано «С нами Бог». В это время зарождается оппозиция против библейского общества, которое успело впоследствии через 10 лет достигнуть его закрытия. И вот Голицын говорил, горестно мыслить, что есть еще люди, которым простота сего дела непонятна и которые посему не мысля спасительному потреблению Священного Писания, примышляют возможные его злоупотребления и, не желая примечать всем открытого действования библейского общества, ищут сокрытых целей, которых оно по существу своего устроения иметь не может. В конце 1815 года Александр I возвращается в столицу из-за границы как победитель. Он дошла армия наша до Парижа и когда он возвратился, президент РБО князь Голицын поднес ему от имени комитета по экземпляру каждого из напечатанных обществом изданий Священного Писания на разных языках. Ну, языки малых народов и больших народов, и калмыцкий там был язык, и другие языки братья. Ну, а император посмотрел, а русского перевода не было. И, казалось бы, сама природа учит, что в Российской империи должен быть российский перевод. И император выразил свое удовольствие о деятельности общества и затем по собственному движению сердца своего велел президенту, чтобы он предложил Синоду искреннее желание его величества доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, якобы разумительнейшим для них славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются. То есть царь повелел перевести Священное Писание на русский язык. Братья, вот я читаю обороты речи начала XIX века. Вот скажите, с трудом воспринимаются где-то на слух. Вот оно хотя понятен смысл, но вот такой был даже язык, ну почему бы полегше как-то пояснее не сказать, но тем не менее вот такой язык. Вот пришлось мне книги того времени перечитывать, очень трудно бывает даже разобраться, чтобы мысль не потерять. Там переписка одних с другими, ведется полемика и так далее. 28 февраля 1816 года президент РБО, который был и оберпрокурором Синода, предложил Синоду мысли и волю государя. То есть мысль о переводе была предложена Святейшему Синоду. А что делает Синод? В итоге Синод положил поручить комиссии духовных училищ выбрать в Петербургской Академии людей, способных к этому важному труду, и возложить на них этот перевод. Затем переведенное должно было вноситься в библейское общество на рассмотрение его членов. из духовных лиц, после одобрения которых переводы могли быть издаваемы от общества вместе с славянским текстом. Мнение Синода получило высочайшее утверждение и немедленно приступлено было к исполнению. Обратите внимание, что Святейший Синод перепоручил это дело фактически. Он не взял это в свои руки и отнесся знаете вот так вот и не против и не за. я посмотрел мне было интересно комиссия духовных училищ входила ли в состав Синода оказывается нет это было совершенно другое учреждение ну и таким образом вот Святейший Синод поступил так как мы уже прочитали 16 марта 1816 года комиссия духовных училищ положила поручить дело сие ректору Санкт-Петербургской духовной академии архимандриту Филарету с прочими членами академии с соблюдением следующих правил братья хочу обратить наше внимание на этого архимандрита Филарета в общем это человек тот чьи религиозные познания и понимания они превосходили православие этот человек был инициатором одним из инициаторов перевода на русский язык это был борец за этот перевод когда нужно было бороться это был человек который ну всегда поддерживал эти мысли ну и с другой стороны он находился скажем так как между молотом и наковальней вот в суровые годы реакции и в данном случае он как бы курировал этот перевод ну и правила для перевода здесь приводится я бы хотел ну на некоторые обратить наше внимание вот третий например пункт переведенная книга читается сотрудниками сколько их может собраться как для усовершения перевода так для замечания некоторых слов и выражений дабы перевод одних слов по возможности был один во всех книгах то есть не менять слова ну и еще значит одиннадцатый пункт греческого текста как первоначального держать в переводе преимущественно перед славянским но слов избыточествующих в славянском не исключать из текста от окма отличать их знаками значит с чего переводить какой источник ну и в данном случае решили переводить с греческого дальше величие священного писания состоит в силе а не в блеске слов из всего следует что не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям ради мнимой их важности значит все должно быть сильно и понятно ну и еще девятнадцатый пункт главное качество перевода соблюсти должно следующий и в следующем порядке во-первых точность во-вторых ясность в-третьих чистоту в 1818 году издается четверо евангелия ну и здесь переводчики были это евангелие от Матфея Герасим Петрович Павский преподаватель академии протеерей запавского друзья мы отдельно скажем потому что он тоже сыграл немалую роль даже большую роль в переводе священного писания на русский язык евангелие от Луки переводил Матвей Михайлович Богданов Платонов архимандрит Моисей евангелие Теана переводил архимандрит Филарет о котором мы уже сказали который руководил всем этим процессом евангелие от Марка архимандрит Поликарп впоследствии ректор Московской духовной академии братья переводили непростые люди люди которые знали язык люди которые понимали то что они делали ну и я скажу что в то время все таки вот знание языков было на высшем уровне достаточно сказать Запавского что он был специалист не только еврейского языка но и большой специалист был русской словесности какие были отзывы об издании евангелия на русском языке первый отзыв это архиепископ Минский Анатолий Максимович сколь не сближен славянский язык с российским в церковных книгах наших но многое для многих оставалось непонятным даже и в евангелии по непривычке к славянским изречениям оттого святая истина не могла действовать на сердца читателей в полной своей силе ныне и сие препятствие разрушено докажется язык живой и приличнее слову жизни слыша сие слово на языке нашим тем паче можем увериться что Бог говорит к нам да будет сей новый плод трудов библейского общества знамением новой благодати силы Божией во спасение россов следующий отзыв архиепископ Псковский Евгений польза от всего издания не только простолюдинам но и самому духовенству наставляющему их очевидно и несомнительно давние уже и нетерпеливые всех ожиданий оного ручается в успехе еще большего распространения слова Божьего в сердцах верующих но братья не упустил я высказывание еще епископа Курского поскольку сам из Курска сей важный феномен на горизонте российской церкви достойный золотого века благочестивейшего из монархов российских подобен восходящей заре предшествующей тому славному и светлому дню когда божественное слово будут читать все и разуметь и простые и дети коим преимущественно направлены глаголы живота вечного жизни вечной значит но для коих доселе сей священный источник закрыт был древностью языка перед нами братья первое издание нового завета 1825 год с параллельным старославянским текстом вот так титульный лист выглядел 1821 год полное издание нового завета но еще с параллельным старославянским текстом от славянского текста уходить не хотели еще как-то боязно было оставлять этот текст в 1822 году совершилось издание псалтири на русском языке переводчик Герасим Петрович Павский с еврейского на русский перевод ну за два года с 1822 по 1824 год было издано более 125 тысяч экземпляров этой книги братья 100 тысячный экземпляр это тираж большой тираж или нет как вы думаете вот для сегодняшнего времени мы так вот кажется и не очень-то и большой тираж но для того времени это был очень большой тираж Пушкин издавался 5000 экземпляров тираж был 5000 тираж новый завет издался тоже более 100 тысяч экземпляров псалтирь более 125 тысяч экземпляров ну разные типографии Москва и Питер издавали по-разному это как бы общая сумма такая но в 1823 году был издан новый завет уже без параллельного старославянского текста братья хочу сказать что в 97 году прошу прощения в 2000 году российским библейским обществом был издан вот этот новый завет в переводе российского библейского общества то есть это был первый перевод на русский язык нового завета репринтное издание 1824 по-моему четвертого года третьего издания ну уже Федор Михайлович Достоевский держал эту книгу в своих руках и читал ее 1823 год почему все-таки решили издать новый завет без параллельного славянского текста побудительные причины к этому следующие первое большинство лиц из тех кто приобретает славяно-русские издания нового завета уже имеют новый завет на славянском языке второе печатание двух текстов параллельно делает книгу громоздкой и неудобной для пользования братья нужно как бы вот и формат большой третье цена книги возрастает вдвое по сравнению с изданием только одного русского текста это в два раза больше бумаги надо в два раза больше краски и цена соответственно раньше 4 рубля стоил новый завет с параллельным славянским текстом а без параллельного славянского текста 2.25 разница конечно ощутимая формат и величина книги не позволяют ее всегда иметь при себе на что особенно жаловались люди военные но и по причине большого формата и относительной дороговизны книги издания нельзя включить как учебное пособие в училищах вот среди юношества братья сейчас мы немножко рассмотрим причины которые привели к закрытию российского библейского общества ну как мы уже сказали первый пункт это покровительство Александра первого когда власть имеет место вот в том деле конечно если царь там то и все величины государственные тоже там российское библейское общество было не церковным а государственным учреждением и существовало лишь до тех пор пока получало поддержку правительства лишившись этой поддержки оно оказалось обреченным ну каждый пусть извлекает сам уроки из этого второй пункт это влияние британского библейского общества ну и я здесь немножко разделил это во-первых экуминизм российского библейского общества далеко не у всех находил понимание и к тому же отличался весьма расплывчатой экклезиологией ну экуминизм мы понимаем мы сами же против экуминизма правда вот ну тогда такое было понимание чтобы распространив библию без всяких примечаний без всяких пояснений люди могли бы объединяться и у Александра первого было такое что будет одна единственная религия все люди будут братья все будут понимать священное писание правильно и так далее и поэтому не гнушались никем там и католики были и православные и протестанты в библейском обществе адмирал шишков фанатичный враг русского перевода библии с возмущением писал не смешны ли в библейских обществах наши митрополиты и архиереи заседающие в противность апостольских постановлений вместе с лютеранами католиками кальвинами квакерами словом со всеми инородцами они с седою главою в своих рясах и клобуках сидят смирянами всех наций и им человек во фраке проповедует слово божие ну также филантропические побуждения слово филантропия это на русский язык если перевести это дела милосердия то есть попутно распространение библии сопровождалось чем люди читать не умеют допустим что нужно сделать нужно создать школы для обучения грамоте также филантропические общества стали открываться это общество допустим помощь инвалидам помощь пострадавшим в войну ну то есть чтобы распространялись и вот такие были как бы связи библейского общества с этими обществами филантропического направления ну и многие члены комитета российского библейского общества были членами вот в тех или иных филантропических организациях вот ну Миссионерский характер российского библейского общества, перевод и доставление Библии народам в первый раз, все эти возбуждения были больше или меньше новые для людей того времени. Православие никогда этим не занималось, и больше того, братья, православие теряло свой авторитет. Александр I в 1801 году издал указ об отмене физического наказания священников. До того момента провинившегося православного священника могли всенародно подвергнуть телесному наказанию. Вот до такого унижения дошло духовенство, братья. Поэтому они не могли ничего сделать, тем более, что такое было авторитарное правление императора. Третий пункт. Библейское общество стало производить собственную литературу религиозного содержания по образцу английских обществ. Кроме Библии, ну, может быть, в других издательствах стали издаваться переводы издания католических авторов. Вот здесь приводится Линдл, Госнер. Также вот Перкинтон содействовал княгине Мещерской в издании трактатов и брошюр. Филарет издал Катехизис православный в 1823 году, где все тексты священного писания изложены на русском языке. Один из пунктов, братья, причин, приведших к закрытию общества – совершенное отсутствие и невозможность критики. Братья, можно ли было покритиковать библейское общество в то время? Если только на ушко, да, между собой, так, в кулуарах где-нибудь. А по сути дела нельзя. Ну, как можно царя критиковать, как можно критиковать министров, правительства, как можно? Вот, по сути дела, библейское общество, оно где-то стало на уровень министерства, нельзя было критиковать. А это давало повод, знаете, вот, хотелось бы покритиковать, а нельзя. Критики еще больше накапливаются, больше, 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 и когда-нибудь это просто прорвется, и все. Вот. Ну, и перевод Священного Писания на русский язык тоже, как одна из причин, потому что были противники. Трагические последствия имело и то, что Святейший Синод, хотя и разрешил русский перевод, но не авторизовал его, не в его кругах это происходило. Они как бы упустили вот эти рычаги своих рук. Партия врагов этого перевода набирала силу по мере того, как слабели позиции Голицына. Братья, ну, Голицын, тоже у него были слабые места. В то время были, ну, скажем так, различные деноминации, вроде как протестантского направления, но и в то же самое время в духе, ну, если по-нашему сказать, пятидесятничества. Была такая секта татариновой, где устраивали даже и танцы, ну, типа харизматов, скажем так, как я понимаю. Вот. Ну, и такие были направления. Ну, как-то снисходили к ним, и даже и Голицын, и члены РБО посещали подобные собрания, и где-то, ну, так вот благосклонно к ним относились. Вот. Менялся внутриполитический курс Александра Первого. Александр Первый, это же его детище было, российское библейское общество. Но, братья, дело в том, что дворцовые интриги, постоянные на него давления, постоянные доносы, постоянные вот эти, как бы сказать, ну, клевета на библейское общество, что оно закладывает фундамент для разрушения православия, следовательные престолы, и царских устоев, и различных вот таких моментов. Александр, конечно, был постоянным таким прицелом. Ну, все стрелы в него летели. Шишков и его сторонники вообще отрицали, что есть нужда в переводе. По мнению адмирала, славянские и русские языки суть почти одно и то же. Точнее, русский он считал вульгарным вариантом славянского, недостойным Библии. В пылу полемики он забывал, что само славянское писание является тоже переводом. Как же дерзнуть, восклицал он на перемену слов, почитаемых исшедшим из уст Божьих. Значит, из уст Божьих исшла славянская Библия. А это же тоже перевод. Вот, братья. Был такой даже момент, когда хотели канонизировать славянскую Библию по примеру латинской вульгаты. То есть, закрепить ее, не переводить нельзя. То есть, вот в народе будет вот такой славянский перевод и все, и точка. Это будет сближать наши славянские народы, болгар там и всех остальных. Вот этот перевод. Ну, это причины. Ликвидация российского библейского общества. Партия Аракчеева. Был такой приближенный к царю чиновник. Вот вверху его портрет. Постоянно атаковавшая государя доносами и письмами нашла сильную поддержку в лице архимандрита Фотия Спасского. Внизу вот нашли его изображение. Изуверный обличитель мистических и прочих зловредных происков, пишет протеерей Флоровский. Фотий был при этом человек того же психического склада, что и его противники, и страдал тем же экстатическим недугом. Фотий написал свою автобиографию, очень убедительный и очень жуткий автопортрет. Перед нами экстатик и визионер, почти вовсе потерявший чувства церковно-канонических реальностей, и тем более притязательный, совсем не смиренный. Всего менее слышится в неистовых воззваниях и выкриках Фотия голос церковной старины или древнего предания. Он для этого слишком мало знал, с отеческими и даже аскетическими творениями был знаком мало, и на них почти не ссылался. Фотий сначала пытался оказать давление на Голицына, но не преуспев, при поддержке Рокчеева повел войну против него. Ему содействовал Шишков, этот, по выражению Пушкина, супостат разума. Их интриги достигли цели. Братья, я когда исследовал вот эту историю, сам Чистович пишет, который написал историю перевода Библии на русский язык, он пишет так, что дальше, говорит, ну разобраться во всех этих интригах, может быть я не дословно, но пишет так, что очень непростое дело. А я думаю, ну если тебе это непросто было в девятнадцатом веке, то каково мне сейчас? Вот я сидел исследовал эти все, эту всю переписку, там такая история запутанная на самом деле. Каждый искал своего. А Рокчеев был совсем безразличен, какой там славянский, русский перевод. Вот видите герб Рокчеева, и внизу написано «без лести предан». Он был предан императору без лести в любой ситуации. Даже некто переначал это выражение и вместо «без лести предан» сказал «без лести предан» вместо «зээс». В 1824 году Голицын был смещен. Все-таки император вынужден был пойти на уступки, и президентом общества был назначен митрополит Серафим Глаголевский. Братья, ну этот Серафим, он занимал противоположную позицию. Хотя его подпись стоит в воззвании к христолюбивым читателям в первом переводе Нового Завета на русский язык. Там есть его фамилия. Значит, он был назначен на место Голицына президентом РБО, что должно было предрешить судьбу общества. Вскоре после своего избрания он сам направил царю представление о необходимости закрытия общества. Александру I было трудно примириться с ликвидацией своего детища, поэтому номинально общество продолжало существовать. Однако его отделения постепенно закрывались, переводческая и издательская работа сворачивалась. И потихоньку дело пошло на прекращение всякой деятельности. В начале 1825 года Шишков добился того, чтобы весь тираж Пятикнижия, несколько тысяч экземпляров, был сожжен на кирпичном заводе Александра Невской Лавры. Братья, кроме Нового Завета, братья наши, говорю, ну, может быть, они и братья в духе, Павские и другие стали переводить уже Ветхий Завет. Было переведено Пятикнижия и еще три книги, в общем, восьмикнижия, скажем так, Ветхого Завета. И весь этот тираж, несколько тысяч экземпляров, был сожжен. И сам киевский митрополит Филарет Амфитеатров, который был против русского перевода, он так выразился. Это темное пятно на тех, кто выдумал эту меру. Ну и, наконец, уже при царствовании Николая I 12 апреля 1826 года был издан формальный указ о распуске российского библейского общества. Дело русского перевода Библии замерло более чем на 30 лет, хотя Сенота не запретил переводы, выпущенные российским библейским обществом. Где-то они еще продавались по стране, но тираж большой был, но их оставалось все меньше и меньше. И книги становились дороже и дороже. Чем меньше оставалось, тем они дороже становились. Ну и еще одна такая страничка, братья. 19 ноября 1825 года, это по старому стилю 19 ноября, по-новому 1 декабря. В Таганроге умер Александр I. Но смерть его была даже каким-то потрясением, он как бы ничем не болел, а тот вдруг простудился, заболел и умер в Таганроге. Позднее, кстати, 1 декабря по новому стилю он умер, 19 ноября по-старому, а хоронить его в Питер привезли только в марте месяце 1826 года. И когда посмотрели, тело было черное, видимо, говорит, плохо был забальзамирован. Ну, события, конечно, были, мы знаем какие, восстания декабристов на Сенатской площади, это уже при Николае 14 декабря. Но позднее, братьев, в 30-х-40-х годах 19 века появилась легенда, что Александр, якобы измученный грузениями совести, как соучастник убийства своего отца Павла I, он знал, что готовился заговор, но не предпринял никаких мер. Совершилось убийство с его молчаливого согласия. Он, значит, инсценировал свою смерть, Александр I, якобы измученный грузениями совести, вдалеке от столицы, и начал скитальческую, отшельническую жизнь под именем старца Федора Кузьмича и умер в 1864 году в Томске. Братья, данная легенда появилась уже при жизни сибирского старца, Федор Томский, так его звали, и получила широкое распространение во второй половине XIX века. Я немножко просматривал информацию. Ученые сравнили почерк вот этого Федора Томского и Александра I. Александр I в начале, вот, в 20-х годах, а Федор Томский, где-то, наверное, в 40-х годах почерк. Ну и пришли к выводу, что это почерк одного и того же человека. Ну, графическая экспертиза была и так далее. Ну, то есть, есть версии за, есть версии против этого. Но, тем не менее, интересно. Я вспоминаю вот это высказывание. Я отпущу себе бороду, и лучше буду питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего Отечества. Ну, и знаете, братья, хочется этому верить, что правда отпустил бороду. Почему? Потому что несовместимо быть царем и быть евангельским христианином. Несовместимо. Поэтому, ну, как бы это закономерный такой, ну, процесс, скажем так. Где-то в 1926 году советские власти вскрывали гробницу Александра Первого. Гроб был пустой. Опять это как по сведениям. И, ну, в этот момент они могли туда, кого хочешь положить и что хочешь сделать, потому что ничего святого не было в то время при советской власти. Вскрывали гробницы различных святых, ну, так, православных и так далее, и так далее. Братья, неутомительно. Немножко есть, да? Продолжим, да? 1826-1856 год – это время реакции. Ну, я здесь добавил, братья, не мог не добавить. Это переводы Протеерея Павского и Архимандрита Макария Глухарева. В 1825 году воцаряется император Николай I. Это родной брат Александра. Ну, годы царствования с 25 по 55. Но идея перевода Библии на русский язык не умерла, несмотря на мрачный период 30-летнего царствования Николая I. Частные русские переводы Библии первой половины XIX века. Десять лет русского перевода Библии завершились периодом 30-летнего забвения его дела в официальных инстанциях. О переводе не принято было вспоминать публично. Имя российского библейского общества не фигурировало в монографиях и статьях об эпохе Александра I вплоть до конца 60-х годов. Вот представьте, как будто бы его совсем не существовало. Но это же ведь было. А вот так вот старались, чтобы не упоминалось российское библейское общество. Тем не менее, дело русского перевода Библии не угасло. Оно было подхвачено трудами двух подвижников этого не самого благоприятного для русского перевода времени. Протеерей Павский вверху и внизу Архимандрит Макарии. Их переводческую деятельность нужно рассматривать как продолжение проекта библейского общества своеобразным перекидным мостом от почина РБО к синодальному переводу. Первый – это Архимандрит Павский, Протеерей Герасим Петрович Павский, умер в 1959 году. Значит, его можно уверенно поставить среди самых выдающихся представителей как церковной, так и светской учености первой половины XIX столетия. Здесь перечисляются его титулы, звания, кем он был. Он был магистром. Написал, значит, сочинение на тему обозрения книги псалмов, опыт археологический, филологический и герминевтический. Братья, это был богослов. И экзегетик узнал, и герминевтик узнал. И, в общем-то, неплохо знал. Вот. Ну, профессор Академии по классу еврейского языка, доктор богословия, основатель школы русской гибраистики, профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре богословия, один из директоров Российского библейского общества, член переводного комитета, переводчик и редактор русского перевода Библии, законоучитель наследника престола будущего императора Александра II. Действительный член императорской академии наук, лауреат различных премий, кавалер ряда российских орденов. Братья, вот такой послужной список и список титулов у него. Но столь блестящая карьера не обошлась, однако, без ложки дегтя, как написано. В 47 лет в расцвете творческих сил в результате интриг Герасим Петрович Павловский был вынужден отставить все свои посты и должности, полностью отойти от общественной деятельности, и уже к концу жизни только он был принят в действительный член Академии наук за уникальный труд по русскому языку, филологическое наблюдение над составом русского языка. Белинский назвал, сказал, что он один стоил целой академии. Переводческая работа Павского над текстом Священного Писания не ограничилась участием в российском библейском обществе и не закончилась его прикрытием. Братья, что он делал? Он, значит, на своих занятиях со студентами переводил Ветхий Завет с еврейского на русский. Ну, как бы это в процессе работы было сделано, как учебная работа. Учебный характер этих переводов очевиден. Они включали исторический, экзегетический комментарий, ну и так далее. По этому поводу даже было отдельное синодальное расследование. События разворачивались следующим образом. В конце 1941 года на имя трех митрополитов это Серафим, вот этот президент РБО бывший, московский митрополит Филарет, Дроздов, о котором мы говорили, и киевский Филарет, поступил анонимный донос о хождении в среде студенчества духовных академий, а также священства, литографированных экземпляров русского перевода учительных и пророческих книг Ветхого Завета. Оказывается, студенты решили издать, ну как бы сказать, печатный такой сборник книг Ветхого Завета, уже переведенных на русский язык Герасимом Павским. Ну, под видом, что они учебные свои материалы, чтобы не переписывать, но это как литография, это своего рода ксерокопия, братья. И вот они издали примерно 500 экземпляров вот этого перевода Павского. Каждый экземпляр стоил от 10 до 15 рублей того времени. Ну, если на наши деньги перевести, я не знаю, полкило мяса стоило где-то, ну копейки, 15 или 20 копеек стоило в то время. Дальше Священный Синод назначает следствие и мало того, Павский должен был, ну, нашли, что это он перевел и нужно было дать ему показания в письменном виде, почему он сделал то или другое. А в вину Павскому вменили отход от церковной традиции в понимание основных пророчеств Ветхого Завета, искажение основных христианских истин, посягательство на церковные традиции и устои, ну, наверное, это больше всего. Три раза письменно были сняты показания с Павского, формальными объяснениями не ограничились, ловили на слове. Пришлось сознаваться в заблуждениях, каяться и отрекаться. Подробно были прослежены пути каждой литографии перевода и выяснены имена владельцев. Практически все они были изъяты за исключением единичных экземпляров. поступивших на хранение в Синод. Ну, и все были отобраны, экземпляры уничтожены. Одна комиссия сменяла другую. Ну, и дело завершилось в 1844 году. Наказания такого сильного не было, хотя были предложения, чтобы сослать его в ссылку в монастырь. Павского оставили в покое, вот, ну, и таким образом он избежал как-то таких серьезных последствий. Чистович, который написал эту книгу о истории перевода Библии на русский язык, сказал такие слова. Это был первый опыт перевода священных книг Ветхого Завета на русский язык, сделанный ученым, владевшим в превосходной степени знанием еврейского и русского языков. Ни до, ни после него не было ученого профессора так счастливо и в такой мере соединившего знания еврейского языка со знанием языка отечественного. Последующие переводчики так или иначе, больше или меньше опирались на его труд, и мы не знаем, чтобы кто-нибудь из них отказал ему в существенных достоинствах. Братья, чтобы перевести какой-то труд с одного языка на другой, нужно знать и тот язык хорошо, и свой язык нужно знать хорошо. И вот такие качества Павский сочетал в самом себе. Следующий представитель этой эпохи, который переводил на русский язык Ветхий Завет, это был архимандрит Макарий в миру Михаила Яковлевича, по-моему, звали, Глухарев, выдающийся миссионер, основатель и первой руководитель Алтайской миссии, а также переводчик Священного Писания. Он был учеником Филарета Московского, Дроздова, который руководил переводом Нового Завета, и он был также учеником Герасима Петровича Павского. Но он обратился к этой теме перевода уже позже закрытия общества библейского, а побудительными причинами его переводческой деятельности стали практические задачи молодой миссии. После опыта первых переводов Священного Писания на одной из местных наречий Архимандрит Макарий обращается к русскому языку, рассматривая его языком христианской миссии среди народцев. При этом саму миссию русской церкви Архимандрит Макарий понимал предельно широко как миссию к язычникам, иудеям, мусульманам и, наконец, к самим православным русским, христианскую образованность которых он находил ниже всякого допустимого уровня. Его высказывание в одном письме такое, когда российская церковь будет иметь полную российскую Библию, тогда Господь избавит нас от нареканий между народами, которые уже не будут говорить, что русские ненавидят свет и сами боятся полного света своей религии, хотя должны передавать его другим, столь многим народам, сидящим во тьме и в тени смертной. Он даже сознавал, что русские ответственны перед теми народами, которые малочисленные живут среди них. К мыслям о необходимости перевода Макарий пришел в 30-е годы, и он в письме делится с митрополитом Филаретом Дроздовым, с хорошим этим Филаретом, потому что был еще плохой один Филарет, но это я так различаю их киевский. Так вот, с московским он делится в письме, ну и приводит доказательства того, что, почему нужен русский перевод. Ну и в данном случае он настаивал на переводе, поскольку славянский язык непонятен простому народу, перевод РБО российского библейского общества не завершен, так как не охватывает Ветхий Завет. Европейские народы давно имеют священное писание на своих языках, а русские не имеют. Русский перевод необходим всем многочисленным народам, живущим на территории Российской империи. Видимо, русский язык, ну, многие народы, если не сказать, все понимали. Потом еще, смотрите, какое доказательство. Даже Магометане имеют Коран на российском наречии. Даже Коран есть на русском языке, а Библии нет. Его возражения противникам перевода не лишены изобретательности и убедительности. Он предлагает издание специального журнала, где бы предварительно публиковались варианты переводческих трудов, ну, и можно было бы обсуждать эти переводы вот так вот официально. Ну, и еще, значит, уверенность в неотложной необходимости перевода, которая не рассеяла, и упорное красноречивое молчание иерарха заставила архимандрита Макария обратиться к официальным церковным и светским властям. То есть, Филарет молчал, он обращается к церковным и светским властям, и, видимо, устав ждать, что столь нужный для дела миссии перевод когда-либо будет санкционирован церковными властями, он приступает к нему самостоятельно и начинает переводить книгу Иова, отсылает в комиссию духовных училищ, в следующем году, 38-м, отправляет свой перевод книги пророка Исаия, а судьба этих переводов предрешена самой ситуацией, оба перевода были сданы в архив Святейшего Синоды, и все. Только после публичного заявления о переводе пришел ответ от митрополита Филарета, от этого хорошего Филарета на послание трехлетней давности, и вот что он пишет, братья, беседу с вами начать надобно кажется с мыслей ваших о полном переводе Библии на русское наречие. Я вот сейчас читаю, а вы проследите и посмотрите, каков был характер Филарета. Вы употребили немало труда на изложение сих мыслей, но посев ваш пришел не на готовую землю и не во время сеяния. Сомнения о полезности перевода доселе сделанного и прикословия о достоинстве его или не прекратились, или возникли вновь, так что продолжение сего дела более угрожало бы умножением сомнений и прикословий, нежели обнадеживало бы умножением плода духовного. Вежливая и осторожная попытка дать понять отцу Архимандриту всю несвоевременность его начинания. Дело в том, что филарет московский филарет Дроздов я уже сказал, что он умел как-то знаете лавировать. Он видит, что обстоятельства такие, что сгустились тучи. Он молчит. Он где-то говорит, сейчас еще не время этим заниматься. Придет время, будем заниматься. Еще почва не готова, земля не готова, ну и так далее. То есть он дал понять, что сейчас не то время, чтобы взять и так вот начинание не было просто как бы сказать зарублено на корню. Когда приехал в столицу значит Макарий, он познакомился с литографиями перевода ветхозаветных книг с еврейского текста Партеерея Павского. Вот те литографии, что студенты сделали, попали к нему. Он их начинает активно использовать в своей работе над переводом и значит использует его сравнивать свой перевод с переводом Павского ну и как бы таким образом продолжает свою работу. Потом он посылает свои переводы уже не в комиссию духовных училищ, но он непосредственно в Святейший Синод, сопровождая его и этому адресату пространным проектом о русском переводе Библии. Ну как бы почему нужно переводить? И обратите внимание, братья, что он возвещает, что сделанные в недавние годы переводы Священного Писания на русский язык, подразумеваются переводы РБО, величайшее благословение Господней России. Оставление этого богоугодного начинания величайший грех и нечестие, за которое Россию постигли нынешние многочисленные бедствия, как то Петербургское наводнение в 1824 году, безвременная кончина императора Александра, бунт, декабристов, голод, пожары, он использует все средства, чтобы как-то подействовать, чтобы подсказать, что смотрите, что постигает, потому что остановили дело перевода на русский язык. Но нам пришлось быть в Санкт-Петербурге с братьями, с молодежью нашей мы ездили, но и есть там такие места, где отметка наводнения 1824 года, и знаете, довольно-таки серьезные, там, наверное, больше метра воды было в то время. Оказывается, смотрите, вот это вот он использует в своем оружии за то, чтобы продолжить перевод, чтобы таких наводнений больше не было. Мягким ответом Святейшего Синода на все эти мрачающие церковное спокойствие и слова бессмысла, недопустимое нарушение субординации, описал он непосредственно на имя государя Николая Павловича, то есть он уже непосредственно писал царю, стало наложение епитимии, это церковное наказание, которое Макарий отбывал по существовавшей тогда практике в доме своего правящего архиерея, ну то есть он должен был служить литургию на протяжении определенного времени. Впрочем, это наказание он использовал для переводческой работы, найдя в библиотеке томского епископа Афанасия своего бывшего ученика необходимые книги и пособия, и там он продолжал заниматься переводом. Братья, нужно отметить, что он был не одинок в своей переводческой деятельности, вызывая в официальных инстанциях только гнев и раздражение, он нашел широкую поддержку в самых различных кругах общества. Своим авторитетом священника и личной увлеченностью ему удалось привлечь к труду по переводу многих лиц из своего обширного окружения. Близкие и просто знакомые люди, сочувствовавшие Макарию, переписывали варианты переводов. Одна из его духовных дочерей на пятом десятке лет стала изучать французский, немецкий, английский, чтобы помочь в переводе Макарию, и чтобы помощь была более действенной. В деле перевода он пользовался даже содействием ссыльных декабристов. И вот этих декабристов мы нашли портреты Фанвизин, Бобрищев, Пушкин, Свистунов. Они переводили для Макария современные библейские комментарии. Были у него помощники среди духовенства, священник Лавров, Остромысленский, по сути он организовал целый переводческий коллектив и под его началом работал штат сотрудников. Вот это вообще удивительно. Перевод Макария нельзя признать завершенным. Его письма и свидетельства его сотрудников показывают, что перевод постоянно редактировался. Его мечтой было окончить свою переводческую эпопею в Святой Земле, где он намеревался обосноваться в пещере Блаженного Иеронима. Хотел переехать он в Израиль и там закончить свою работу. Прошение Святейшей Синод разрешение на поездку поданное в конце 42-го года было удовлетворено только в 47-м году. Буквально накануне, когда уже все было готово к отъезду, он занемок и в 47-м году он скончался. Братья Российское библейское общество, наше в современное время уже, издало книгу «Пятикнижие Моисея» в переводе Архимандрита Макария, тоже репринтное издание 1868 года. Говоря о значении перевода Макария, необходимо прежде всего отметить, что даже в незавершенном виде это практически полный перевод Ветхого Завета, исключая Псалтирь, как изданную российским библейским обществом. В этом отношении он объемлит и перевод РБО, и перевод Павского, и шире их обоих вместе взятых. Таким образом, перевод Макария представляет логическое завершение переводческой работы его предшественников. Он довел до конца и дела РБО, и протеерея Павского. Так что можно констатировать, что в России уже в первой половине XIX века был осуществлен полный перевод Библии на русский язык. Перевод был, но он изданным широко масштабно не был. Ну, братья, по милости Божьей подошли мы к третьему периоду. Это последний завершающий такой период с 1856 по 1876 год. Возобновление перевода Священного Писания Синодом. Официальный проект перевода получил продолжение и завершение существенную, существенно иную для России эпоху при императоре Александре Втором. К этому времени с исторической сцены сошли все основные инициаторы закрытия проекта российского библейского общества. Кардинально поменялись и политические, и общественные настроения. В этой новой ситуации неизменный сторонник русского перевода Библии, митрополит московский Филарет, нашел возможность снова поднять вопрос о русском переводе Библии. И переломной вехой в истории стал 1856 год. 1856 год – это год коронации императора Александра Второго. Он царем стал в 1955 году, а коронация была на год позже, в 1856. В Москве по случаю коронации Александра Второго состоялось торжественное собрание Святейшего Синода. И на нем Синод единогласно высказался за возобновление перевода Священного Писания на русский язык. Братья, почва была подготовлена. Каким-то образом все-таки и ситуация в стране политической поменялась, такое потепление пошло, ну и соответственно в кругу Синода тоже здравые мысли возобладали. Митрополит Филарет наиболее последовательно и терпеливо притворял в жизнь идею возобновления перевода Библии на русский язык. Дождавшись благоприятного времени коронации Александра Второго, он сумел расположить в пользу этого важного дела высшее духовенство православной церкви. Оказывается, это была его работа. Он сеял вот эти добрые семена в сердца своих коллег, скажем так, или сотрудников. проект определения Синода по этому вопросу составлял как раз митрополит Филарет уже после отъезда Синодального собрания из Москвы. То есть члены Синода высказались, а документ официальный от имени Синода Филарет уже составил после разъезда Синодального собрания. Необходимость возобновления перевода обосновывалась тем, что ну и переводится ряд таких возражений или причин, почему нужно возобновить перевод. Язык славянского перевода Библии общевразумительный и общеупотребительный в свое время, не таков уже в настоящее время по своей древности. В славянском переводе Библии есть многие места, в которых состав речи невразумителен и который требует сличения с первоначальными текстами еврейским и греческим. Пособие русского перевода нужно многим и из приходского духовенства. Ну, само духовенство, оно не разбиралось в славянском тексте. Дело перевода священного писания на русское наречие и издание Онова перевод РБО не по рассуждению святейшего синода, но по причинам официально необъясненным приостановлено. Оказывается, синод не виноват здесь, и они как бы отмежевываются от этого, что не мы здесь приостановили. Ну, и еще дальние алеуты с благословением святейшего синода пользуются некоторыми книгами священного писания на своем общевразумительном языке. Ну, то есть, малые народности Российской империи имеют на своем языке книги, а православные россияне только мимо сего благословения и незаконно могут удовлетворять подобные потребности. Ну, незаконно, то есть, пользоваться книгами не изданными святейшим синодом, а помимо. Ну, и, собственно, повторялась аргументация 1816 года, когда санкционировался первый русский перевод священного писания. новой оберпрокурор святейшего синода генерал-лейтенант граф Толстой достаточно настороженно отнесся к этому проекту. Ну, портрет его вверху. И под именем записки, то есть, не как мнение святейшего синода, а как частное мнение московского филарета, Толстой передает этот проект для него лично близкому и авторитетному в делах православия митрополиту киевскому филарету. То есть, митрополит филарет московский был за перевод, а митрополит филарет киевский был против. А оберпрокурор как между двух, так сказать, мнений. И он записку этого передает на, значит, обозрение и на анализ филарету киевскому. амфитеатрову. Киевский митрополит выступил решительным оппонентом перевода, то есть, противником. Последовавшая переписка оберпрокурора и филарета киевского, возражения филарета московского стали первой полемикой, развернувшейся вокруг нового русского перевода. И опять не все гладко, не все хорошо. Значит, рассуждение и аргументация отзыва филарета киевского на записку направлены против перевода. Ну, основные тезисы. Русский язык проигрывает славянскому по выразительным возможностям. Перевод Библии на русский язык угрожает всему строю славянского богослужения. Проблема непонимания славянского языка решается не переводом на русский, но прилежным изучением славянского. Оказывается, вот как надо было поступить. Всех надо научить славянскому. славянский перевод является собой связующую нить к единству политически разобщенных славянских народов. Русский перевод начала столетия был инициирован в Англии, гнездилище всех ересей, сектор революции. Его идея была принята первоначально не в святейшем синоде, а в канцелярии оберпрокурора, ну и так далее. Братья, много, ряд таких возражений против. Ну и вместо русского перевода Филарет Киевский предлагал оставить навсегда неприкосновенным основной текст славянского перевода, как освященный древностью и переданный нам от святых славянских апостолов Мефодия и Кирилла, ограничившись лишь редактированием отдельных мест, издать толкование святых отцов различные пособия для улучшения обучения славянскому языку. То есть те места славянской Библии, где сильно уже сильно славянские, совсем непонятные, ну, отредактировать, заменить. Митрополит Филарет Амфитеатров Киевский вот этот просил Толстого уберпрокурора представить его мнение непосредственно государю-императору в расчете, что начинание Синода будет в зарудыше остановлено высочайшим рескриптом. Одно державное слово его прекратило бы дело решить. Он надеялся, что царь прекратит это дело и ход возобновления перевода не будет дано ходу этому. Позже он писал Толстому «Поручаю вашему благоразумию и усердию к Святой Православной Церкви и Отечеству употребить все сведения к сохранению неприкосновенности родного нам славянского текста Священного Писания, который я в глубине души моей почитаю Отечественную Святыню Нашую». Александр Второй предложил мнение киевского митрополита на обсуждение Синоду с предварительным знакомством с ним Филарета Московского. Значит, Филарету дали ознакомиться с возражениями Филарета Киевского, детально он ознакомился и дал ответ, в котором детально обосновывалась несостоятельность положений отзыва Филарета Киевского. Ну и приводит ряд таких замечаний на его это письмо. В это же время в периодической печати появляется ряд анонимных статей, очевидно направленных на создание общественного мнения против перевода. Но они не содержат ничего принципиально нового в сравнении с отзывом киевского митрополита. По сути, это публичное озвучивание его рассуждений. Отдельные пассажи этих статей достаточно красноречиво характеризуют мировоззрение их авторов. Перевод с нынешнего еврейского на русский народный язык поколеблет православие на Руси. То есть, это основной был лейтмотив этих изданий. Простолюдины на славянском языке слышат только святое и назидательное. Умеренная темнота сего слова не омрачает истину, а служит ей покрывалом и защищает от стихийного ума. Отымите это покрывало, тогда всякий будет толковать об истинных изречениях Писания по своим понятиям и в свою пользу. А теперь темнота заставляет его или просто покориться церкви или просить у церкви наставления. Вот, братья, какие были возражения. Говорят, эх ты, темнота. А темнота это, вы видите, была на руку как раз православию. Ну и еще такой момент, значит, тем не менее, в отличие от ситуации с первым переводом, когда мнения как его энтузиастов, так и противников насаждались путем авторитарного давления. В новой обстановке спор несогласных сторон вышел на уровень открытого и гласного обсуждения. Обстановка была другая, чем во время Александра I. Действительно, тогда было авторитарное такое давление. Хочешь, не хочешь, а должен. А здесь уже как бы гласность уже такая, ну, своего рода перестройка. Вот, когда можно открыто, гласно обсудить некоторые вопросы. Ну, и спор был менее, наверное, такой, ну, как бы такой интеллигентный был спор. В этом споре Святейший Сенот решительно принял сторону московского филарета. Определением от 20 марта 1858 года Святейший Сенот постановил начать с соизволения государя-императора русский перевод священного писания. 5 мая Александр II утвердил данное синодальное решение, и так была возобновлена прерванная 33 года назад работа. Ну, перед нами здесь фотография здания Сената и Сенода на Сенатской площади. Вот там памятник Петру I. Я думаю, это известное место, оно и сегодня существует, это здание. Вот. Ну, и фотография похожая, наверное, конца 19-го, начала 20-го века. Обратите внимание, что после решения Святейшего Сенода о возобновлении перевода прошло два года, с пробуксовкой все шло, никак не могли начать, пока вот эта полемика, пока уже вот и Сенат утвердил, стал на сторону митрополита Московского, и царь вынес такое высочайшее решение, утвердил это решение Сенода. Осуществить работу по переводу Священного Писания Сенат поручил четырем духовным академиям. Ну, согласно первому первоначальному проекту, переводить начали с Нового Завета, определенный порядок сложился, значит, а академии такие, значит, Санкт-Петербург, Москва, Киев и Казань, четыре академии. В Сеноде ею руководил первенствующий в нем Санкт-Петербургский митрополит, это с 856-го по 860-й был Григорий Постников. С 1860-го Исидор Никольский от Сенода перевод доставляли в Москву митрополиту Филарету, но он уже в преклонных годах был, ну, и так вот, все-таки он хотел заниматься этим до конца своей жизни, ему доставляли этот перевод, он его прочитывал, проверял, с замечаниями его он возвращался обратно в Сенод, и Филарет лично просмотрел и отредактировал весь перевод Нового Завета, тот перевод, который мы сегодня с вами имеем. Близкие к нему в это время люди вспоминали, что святитель работал над присланными к нему переводами порой по 11 часов в день, торопился успеть. в 1860 году по благословению Святейшего Синода было издано четверо Евангелия, вот перед нами титульный лист, в 1862 году остальные книги Нового Завета, но я раньше думал, что Новый Завет был полностью выпущен, оказывается нет, деяния и послания святых апостолов вот в русском переводе и тоже с параллельным старославянским текстом. Параллельно началась работа по переводу Ветхого Завета, но первые переводы Ветхозаветных книг были опубликованы в периодических церковных журналах еще в 1861 году. Переводы печатались в таких журналах, Христианское Чтение, Труды Киевской Духовной Академии, Православные Обозрения, также были изданы переводы Протеерея Павского и Макария Глухарева. В октябре 1867 года на заседании Святейшего Синода Санкт-Петербургский митрополит Исидор докладывал о желании митрополита Филарета Дроздова принять участие в редактировании русского перевода Ветхого Завета. Этой инициативе, однако, не суждено было исполниться. Кончина московского архипастора, последовавшая 19 ноября 1867 года, завершила 50-летний юбилей его земных трудов над русским переводом Библии. С 1867 года вся работа по окончательной подготовке русского перевода была сосредоточена в самом Синоде. Особое внимание ей уделял митрополит Исидор, это был воспитанник или, как бы сказать, да, митрополита Филарета. Филарет был его покровителем. Основной труд по редактированию в Синоде взял на себя протопресвитер Бажанов, преемник протеерея Павского на посту законаучителя наследника престола. Оба в свое время обучали Станкт-Петербургской Духовной Академии у Павского. В работе по переводу Библии принимали участие профессоры, преподаватели Духовных Академий, члены Святейшего Синода. Ну и здесь фамилии перечисляются Максимович, Гуляев, Саваитов, Лавягин, Хвольсен, Голубев, Митрополит Исидор, Бажанов, Сергеевский. Но из них особенно хочется выделить Хвольсен. Это был еврей, обращенный в христианство. Хвольсен тоже много потрудился. Ну вот нашли только три портрета Лавягина, Хвольсена и Саваитова. Ветхозаветная часть русского перевода издавалась частями. В 1868 году вышло пятикнижие, в 69 году исторические книги, в 72 учительные книги, в 1875 пророческие. Ну и, братья, мы добрались до 1876 года. По благословению Святейшего правительствующего Синода был издан полный русский перевод Библии, авторизованный высшей церковной властью Русской Православной Церкви. Он получил всеобщую известность как Синодальный перевод. Ну и перед нами фотография первого издания Русской Библии на русском языке. Ну и еще один штрих, братья, это в 1882 году с разрешения Синода Синодальной типографии для английского библейского общества осуществлено издание синодального перевода священной книги Ветхого Завета в переводе с еврейского текста. Издание в его ветхозаветной части состояло только из книг, входящих в состав еврейской Библии. Впоследствии этим изданием и перепечатками с него пользовались несколько поколений верующих. Среди этих перепечаток наиболее известное издание американского библейского общества 1947 это набор в две колонки с параллельными местами посередине. То есть это та Библия, которой пользуемся мы, ставшая основным изданием Библии для российских протестантов. Ну, чем характерен это издание? Тем, что здесь нет неканонических апокрифических книг. То есть это чисто еврейский канон, боговдухновенные книги. А в православном издании мы знаем есть еще 11 книг апокрифических. Ну, книга премудрости Сераха и так далее и так далее. Там 11 книг. Вторая, третья книга Ездра, 151-й Псалом там есть, еще две главы книги пророка Даниила и так далее. Маковейские книги совершенно верно. То есть 11 книг еще было добавлено неканонических апокрифических. Апокриф это на русский перевести скрытой тайной. То есть эти книги они не являются богодохновенными. Как исторические книги, они хорошие книги. Мы узнаем оттуда значит что происходило в период молчания 400 лет. Это от пророка Малахии до Евангелия Матфея. Изданием 1876 года завершилась 60-летняя эпопея русского перевода священного писания в 19 веке. Синодальный перевод стал ее закономерным итогом и как завершение усилий многих и самых разных его энтузиастов. В ознаменовании исполнения евангельских слов стучите и отворят вам. Ну и здесь немножко как бы отмечается заслуга или роль Филарета Дроздова. Его стараниями работа по переводу была начата настойчивостью продолжена под его покровительством завершена. Ну то есть он как бы искренним был человеком и очень желал чтобы российский народ имел Библию на русском языке. Ну в этом году братья мы отмечаем 140 лет этому изданию и 140 лет Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоостров приносит плоды в жизнь вечную для Царства Небесного. Братья у меня все. Аминь.